Прямо сейчас я иду проверять свое зрение, потому что, по словам врачей-офтальмологов, в последние годы у многих молодых людей часто обнаруживают близорукость. Интересно, есть ли она у меня? Многие уверены, что главная причина близорукости – это гаджеты, в которых мы зависаем практически постоянно. Но так ли это на самом деле? Сейчас узнаю все подробности у нашего эксперта, а также выясню, что делать, чтобы защитить свои глаза от близорукости и насколько эффективна гимнастика для глаз. В общем, поехали! Игорь Эрикович Азнаулян, доктор медицинских наук, профессор. Игорь Эрикович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, скажите мне, пожалуйста, а у вас близорукость, кстати, есть? Небольшая есть, как у всякого приличного человека, многочитающего. Ага. Я вроде тоже приличный человек, поэтому сегодня хочу узнать вообще, есть ли близорукость у меня, потому что я зрение проверяла много-много лет назад, когда, может быть, мне было там лет 10. А может быть... Обязательно проверю. Вот. Но у меня первый вопрос. Можете как-то объяснить вообще, что такое близорукость? Ну вот смотрите, близорукость – это когда глаз становится длиннее, чем ему положено. Вот, в принципе, в норме глаз должен иметь форму вот такого вот почти что шара. Угу. И вот когда он начинает вытягиваться, то это приводит к развитию близорукости. Таким образом, близорукость – это болезнь удлиняющегося глаза, сверхмеры удлиняющегося. Например, увеличение всего лишь на 1 мм – это уже минус 3 близорукости. Вот настолько плохо. Пойдёмте как раз проверим, есть ли близорукость у меня. Как раз обсудим ещё несколько причин, которые вроде бы как тоже приводят к близорукости. Пойдёмте. Да, пошли. Мы проверим вам зрение. Значит, у нас такая программа. Мы проверим зрение, посмотрим, как у вас каждый глаз видит, сколько процентов. После этого мы посмотрим, у вас есть ли плюсы, минусы, астигматизмы, что у вас там есть. А потом, если надо будет, откорректируем вам ту аномалию, которую найдём. Или не откорректируем ничего, если ничего не найдём. Хорошо. Ладно. Называйте букву. Ш. И. Б. И. К. И. Ш. А здесь видишь? Ой, здесь ужасно всё. К. Ш. Б. Сейчас вот этим приборчиком мы снимем вашу рефракцию, то есть вашу оптическую силу определим. Насколько у вас... Супероптическая сила, надеюсь, у меня есть. Какие красивые глаза. Прямо я толмнул. Так, ну что, диагностику провели. Вот у меня близорукость есть? Нет, близорукости у вас нет, но у вас есть небольшая другая патология. Нам нужно будет задиагностировать вас, сделать некоторые другие исследования, и мы с вами подробно поговорим. Хорошо, ну это мы тогда сделаем после программы, но близорукости у меня нет. Видимо, я слишком мало чувствую. Мне хотелось разобраться в нескольких мифах про близорукость. Первый и главный, наверное, звучит так, что частое использование гаджетов приводит к близорукости. Да, это действительно так. Интенсивная работа на близком расстоянии, она способствует прогрессированию близорукости. Но это не причина, это как бы стимул к развитию. Это как бы такой сильный очень повод для того, чтобы близорукость развивалась. Причина, она прежде всего кроется в том, что у ребёнка изначально слабая способность фокусироваться вблизи. И глаз начинает адаптироваться к этому слабому состоянию в условиях, когда высокая нагрузка. Вот если нагрузка высокая, давайте представим себе, да, и при этом глаз как бы недостаточно мощный для того, чтобы фокусироваться вблизь, он начинает адаптироваться, он начинает вытягиваться, и в результате развивается близорукость. Вот, собственно говоря, в чём причина. Соответственно, те родители, у которых имеется близорукость, неважно какой степени, которые носят минусовые очки, или носили минусовые очки, потом сделали себе лазерную коррекцию, не знаю. Эти родители должны детей именно на этот предмет исследования обязательно проверять. Мы провели мне исследование, выяснили, что близорукости у меня нет. Если я буду вот постоянно сидеть в гаджетах, что, собственно, я и делаю, как и любой человек, да, в нашем современном мире, у меня может развиться близорукость? Нет, ваши глаза не предрасположены к близорукости. В них нет близорукости и уже никогда не будет. Второй вопрос. Я с собой принесла теннисный мячик. Не потому что я хочу поиграть с вами в теннис, а потому что я хочу вам показать упражнение, которое рекомендуют как упражнение для профилактики той же близорукости для улучшения зрения. Вот насколько оно эффективно. Смысл в чём? Бросаешь мячик, следишь за ним, ловишь, да? То есть ты постоянно как бы, твоё зрение получается сфокусировано именно на мячике. Якобы как-то там что-то мышцы расслабляются туда-сюда, и видишь, ты прекрасно. Вот насколько это соответствует вообще реальности. Вся эта история с упражнениями началась где-то в первой половине 20 века. И почему-то, очевидно, в связи с простотой использования перешло в наше время абсолютно бессмысленные занятия. Представьте себе, мышцы работают таким образом, что они сокращаются и расслабляются в секунду огромное количество раз, а вы их хотите доупражнять чем-то, которое их будет заставлять сокращаться и расслабляться в разы меньше. То есть вы хотите тренировать нечто в отрицательную сторону. Ну а можете тогда дать один-два совета, которые реально помогут защитить зрение? Тем, у которых 20-25, у которых близорукость, мы можем сделать лазерную операцию, и они забудут о том, что у них была близорукость. А тех, у кого нет близорукости, как им защититься от развития каких-то глазных болезней? Близорукость, и она уже не развивается. Игорь Эрикевич, спасибо большое, что развеяли какие-то мифы, помогли мне понять, что у меня нет близорукости. Ура! Вот, спасибо вам большое. Вам большое спасибо, Марина. Ну что ж, а вы любите себя и свой город, и берегите свое зрение. Пока-пока!